И теперь переходим к одной из самых обсуждаемых сегодня тем – внесений поправок в основной закон России. Одна из инициатив – закрепление в Конституции положение об особом отношении к детям, которое было предложено депутатом Государственной Думы Ольгой Баталиной. Александра Литкова продолжит. Дети являются важнейшим достоянием России. Депутат Госдумы Ольга Баталина предлагает закрепить основным законом страны обязанность правительства «Создавать условия для духовного и нравственного воспитания детей». Данную инициативу полностью поддержала директор Центра содействия семейному устройству «Наш дом» Татьяна Гашева. Потому что на сегодняшний день мы наблюдаем обыль населения, это раз. Во-вторых, недостаточно высокую продолжительность жизни всего населения. И поэтому, если не будет детей, то как-то как-то государство перестанет существовать, потому что из детей вырастает взрослое население. Это первое. Второе. Очень бы хотелось, чтобы та статья, которая будет внесена в Конституцию в отношении детей, она также работала, как все другие статьи. Кроме того, Татьяна Гашева отметила о важнейшей роли семьи в воспитании подрастающего поколения. Суть вот этой статьи будет заключаться в том, чтобы не только сохранить детское население, а чтобы дети, наше поколение будущее, они жили дольше, чем мы. Чтобы они жили в экологически благоприятных условиях. Чтобы они получали здоровую пищу. Чтобы они развивались нравственно, духовно. Чтобы они получили полноценное образование. И чтобы мы с вами, родители, не сталкивались с горем, когда нужно всем миром собирать деньги на лечение и оздоровление детей. Еще одно значимое изменение, которое предлагается внести в Конституцию страны, касается органов местного самоуправления. В частности, поправки планируется внести в 132 и 133 статью, где предлагается органы местного самоуправления внести в систему публичной власти. Поскольку это будет все внесено в основной закон Российской Федерации, это все мероприятия, касаемые государственным в том числе функций, они будут финансироваться органами местного самоуправления уже на... И это будет скоплено законодательством. Это вот, безусловно, такой положительный момент, который я жду при внесении изменений в Конституцию Российской Федерации. На сегодняшний день обсуждения предложенных поправок в Конституцию проходят на различных площадках. Например, студенты Северного Арктического Федерального Университета совместно с преподавателями провели ряд мероприятий с привлечением научного сообщества. Были бурные обсуждения, и это очень хорошо, что студенты высказывали свое мнение, во-первых. Во-вторых, очень хорошо, что студенты услышали научное сообщество с точки зрения внесения изменений в наш самый главный закон, с точки зрения науки, как это должно происходить. Были изучены исторические аспекты, правовые аспекты внесения изменений в Конституцию. И обсуждение этих поправок в Конституцию. Напомню, общероссийское голосование по изменениям в Конституцию состоится 22 апреля. Согласно законопроекту, этот день будет объявлен выходным по всей стране. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова